Привет, меня зовут Стас Быков, сегодня поделюсь своим личным опытом, как набирать просмотры на ваши видеоролики. Конечно же рассмотрим и оптимизацию роликов, но самое главное это составление контент-плана. Буду показывать все на своем примере, потому что я начинаю новый проект, то есть открываю новый канал, где буду показывать все шаги, то есть как я составляю темы роликов, дальше запись роликов, оптимизация и конечно же выгрузка на канал. И будем смотреть за аналитикой и вообще в целом за успешностью этого проекта. Погнали! И конечно же давайте начнем с конкретных примеров, чтобы у вас было понимание. То есть я не люблю просто говорить, я всегда показываю конкретную статистику. У меня есть основной канал, на котором сейчас 355 тысяч подписчиков практически. Давайте зайдем в аналитику, дальше просмотры и обратим внимание на типы источников трафика. То есть у нас есть понимание, откуда нас могут смотреть. Это поиск на ютубе, это функции выбора контента, это главная страница. Сюда входит также фид подписок, то есть подписчики смотрят ваши ролики. Дальше страница канала, адресная строка, рекомендуемые видео. Конечно же пропорции этих типов источников трафика у всех разные. У кого-то рекомендации на первом месте, у кого-то функции выбора контента. Но так как я делаю четкую оптимизацию под ключевые фразы, у меня идет трафик из поиска. Конечно же трафик из рекомендуемых видео и из главной страницы ютуба, он больше чем из поиска. Но здесь нужно понимать, что когда мы делаем оптимизацию под поиск, мы с вами выходим на потенциальную аудиторию, которая заинтересована вашим контентом, благодаря чему получается достаточно хорошее удержание на ролике. Ну и поведенческие факторы в виде лайков, в виде комментариев, в виде репостов, они тоже присутствуют. Потому что мы с вами выходим на заинтересованную аудиторию, кто ищет ответ на свой вопрос. Кому эта тема интересна. Именно поэтому я новый канал хочу сейчас открывать с упором на оптимизацию. А дальше, когда я уже буду набирать просмотры от целевых зрителей, буду получать подписчиков, которые заинтересованы в этом контенте, конечно же можно будет уже не делать такую жесткую оптимизацию. Итак, сейчас тоже можете у себя зайти в аналитику, посмотреть типы источников трафика, что у вас там на первом месте, в комментариях тоже напишите. Интересно, как вы работаете. А если у вас еще нет канала, то вместе со мной предлагаю начинать серию этих роликов. Смотрите, изучайте, повторяйте. В этом видео мы с вами сделаем позиционирование, проведем аналитику и начнем заставлять контент-план. Конечно же многие говорят, что зачем мне это делать. На самом деле это очень важно, потому что мы понимаем с вами, что 2, 3, 4 ролика в неделю это просто необходимость, чтобы постоянно у вас выгружались новые ролики на канал. Если у вас будет 1 в неделю или 1 в месяц, сейчас на ютубе на этом далеко не уедешь, потому что контента очень много. И конечно же нужно конкурировать потенциально с вашими, ну с конкурентами или коллегами, которые работают в этой же самой нише, потому что они-то не дремлют, они-то создают контент. А так как у нас с вами будет новый канал, конечно нужно будет с ними бороться, так сказать. Поэтому упор весь будет на количество и качество контента. Тема у меня уже определена, поэтому давайте сразу начнем. У меня канадская рубка, русская рубка, производство срубов именно из массива дерева. То есть это не клееный брус, да, а именно премиальный сегмент. То есть вот такое направление у меня с партнером, и мы его будем активно сейчас развивать на ютубе. Конечно же есть конкуренты, я об этом уже говорил, я уже их анализирую, об этом в следующем видео тоже буду более детально вам рассказывать и показывать. Начнем сейчас с анализа. Итак, у меня есть основное направление. Канадская рубка, давайте я вот сюда напишу. Вы тоже начинаете работать, давайте вместе параллельно все делать. И дальше нам нужно проанализировать вот этот поисковый ключ. То есть мы заходим с вами в сервис аналитики и статистики. Я использую YumiGG. Ссылочка на него будет в описании. Переходите. Данный инструмент это полный аналог вида IQ, но за копейки. То есть здесь есть бесплатный тариф, есть платный. Можете зайти в раздел тариф и посмотреть. Но самое главное, здесь не надо привязывать свой канал. То есть безопасность максимальная. Просто здесь зарегистрировать личный кабинет без привязки канала. На e-mail производится регистрация. Ну и дальше мы с вами как инструмент анализируем. Потому что статистика всех запросов идентична вида IQ. То есть это аналог, который появился недавно. Я в предыдущем видео об этом рассказывал. Теперь только этим сервисом я пользуюсь. Я ссылочку на предыдущие видео тоже оставлю. Посмотрите. Итак, я ввожу сюда канадская рубка. Дальше мы видим все те же значения, что и вид IQ. Но только это все или бесплатно, или за 200 рублей в месяц. И также мы видим поисковый объем 4384. Дальше конкуренция, общая оценка. Но конкуренция нам не так сильно важна. Нам главное составить ключевые запросы. Дальше что я еще делаю. То есть у нас есть релевантные фразы. То есть похожие релевантные фразы. Мы можем сделать по ним сортировочку. И мы смотрим. Уроки канадская рубка. То есть да, как потенциальный запрос мы тоже это можем использовать. Дальше сруб. Дом из бревна. Это в принципе не подходит. Бревенчатый дом. Дом из сруба. Деревянный дом. Ручная рубка. Тоже. Потому что это похоже к канадской рубке. Дальше сруб дома. Баня. И мы правее видим поисковый объем. То есть потенциал этого ключа. И здесь у нас выпадают все ключи. Вот на одной страничке. Очень удобно. Да. И я сразу могу выбрать то, что мне подходит. Также еще есть метод, которым я обычно пользуюсь. Канадская рубка. То есть я вот беру там начало слова канадская. Например у меня основное слово это канадская. Я беру. Копирую. Контр. Потом вылазит вот этот поиск по странице. Я смотрю где есть слово канадская. Канадская чаша. Отлично. Тоже подходит. Канадская технология. Отлично. Ну вообще можно просто вот так вот галочки ставить. Копировать. Копировать. Канадский замок или замок. Канадский дом. Тоже это все. Дальше. Я выбираю. Копировать. Все. Три слова скопировано. И сюда вставляю. Вот то же самое, что мы с вами сделали. А можно это сразу в теги вставить в видеоролика. Но до этого мы дойдем в следующих видео. Сейчас обучающих. Сейчас мы составляем именно контент план. То есть у нас есть с вами канадская рубка. Ручная рубка. Канадская чаша. Канадская технология. Урок канадская рубка. Но вот урок у нас уроков не будет. Поэтому я пока уберу. Так. Канадский дом. Отлично. То есть вот так вот. Уже есть потенциальное направление для тем. Дальше нужно еще посмотреть русская рубка. Тоже давайте посмотрю. То есть здесь конечно мы все с вами это можем проанализировать. Сейчас вот русская рубка. Мы видим поисковый объем 6. Даже больше чем у канадской рубки. То есть у меня уже два плейлиста есть. Вот они. То есть это первый плейлист. Это у меня будет второй плейлист. Русская рубка. А там канадская рубка. И дальше уже. Кстати можно даже разделить. Канадская чаша. Канадский дом. Это тоже отдельными плейлистами на будущее сделать. И также раскрывать потом этот плейлист уже в конкретных видеороликах. Смотрим. Русская. Давайте тоже так же операции проделаем. Так. Сруба. Технология. Кстати да. Технология тоже интересный момент. Так. Живая русская баня. Чаша. Вот тоже. 5000 запросов. Отлично. То есть вот основные запросы. Да. Можно конечно же более детально еще будет это сделать. Вы можете посидеть там часик 2-3 выделите. Но вы составите правильно контент план. Дальше что я рекомендую. Канадская рубка. Да. У нас вот есть. Дальше. Мы с вами идем на YouTube. Пишем здесь канадская рубка. Можно здесь сделать звездочку. То есть дальше могут фразы вставиться. И мы видим канадская рубка срубов. Дальше. Еще пробел нажимаем. Может быть еще что-то выбудет. Нет. Нет. То есть это у нас конкретная тема. Все. Отлично. Вот это у нас с вами слева то что вы видите. Это плейлисты. Это направление. Это нам зацепка куда копать. И дальше у нас есть с вами этот контент план. План. То есть мы пишем. Видео 1. Канадская рубка срубов. То есть это прям конкретная тема. То есть понимаете. Можно записать видео и сделать в метаданных. Вот это название. Канадская рубка срубов. В названии ролика. В описании. И в тегах. И уже будет хорошо. Потому что поисковые роботы. Они будут знать. Видите. Вот здесь вот поисковый объем. Канадская рубка. 4 тысячи потенциальных аккаунтов. Кому можно показаться. Дальше смотрим. Возвращаемся. Канадская рубка. Давайте здесь тоже покрупнее сделаю. Своими руками. Да. Тоже опять звездочку. Канадская рубка дома. Баня канадская рубка. Своими руками. Так. Давайте дома сделаем. Посмотрим. Тоже. Видите. Запрос. Как бы более глубокого нет. Но. Это основа для названия. Дальше мы можем с вами уже составить название. Например. Канадская рубка срубов. И здесь мы с вами чтобы составить. Давайте еще чтобы влезло все. Название. И здесь у нас с вами будет такое название. Канадская рубка срубов своими руками. То есть вот так вот. Уже это тема для видеоролика. То есть мы оттолкнулись вот от этого плана. И сделали конкретную тему. Мы также можем посмотреть что здесь присутствует. Канадская рубка. Поиск. Так. Обучение канадской рубки. Канадская рубка. Или русская рубка. Видите. Как раз люди тоже понимают. Какие ключи нужно использовать. Баня из кедра. Сруб из огромного бревна. Канадская рубка. И в принципе. Да. Есть видеоролики. Конечно же есть потенциальные. Конкуренты можно их назвать. Но. За счет того что мы с вами будем делать количество видео гораздо больше чем у них. Мы можем на этом выехать. Да. И за счет грамотной оптимизации. То есть. Напоминаю. Здесь слева у нас есть уже темы для плейлистов. Есть конкретная тема для видео. Которую нужно просто будет уже записать. Дальше. Давайте посмотрим еще. Русская рубка. То же самое смотрим. Русская рубка. Дальше звездочку делаем. Да. Здесь у нас ничего не попадает. Но мы еще можем звездочку в начале сделать. Тоже проверяйте обязательно. Видите. Так как тема не очень популярна у нас все-таки. Ну вот эта премиальная рубка. То не будет миллионных запросов. Не будет миллионных просмотров. Но это и не нужно. Вы понимаете. Что достаточно набрать там 100 просмотров. Из них 50 обратятся в компанию. Из них 10 закажут. И чтобы сделать там например им сруб по канадской рубке. Конечно можно заработать там 5 миллионов рублей. И это с одного только клиента. Это со 100 просмотров. Но конечно же мы будем все это смотреть с вами на практике. Я вам буду показывать. Этот проект у меня надолго. На целый год я его запланировал. И мы будем смотреть. Я буду прокачивать эту тему. Обязательно вы свою тему выбирайте. И вместе со мной давайте действовать. Давайте следовать. Выполнять все шаги. И тогда через год вы увидите, что у вас есть результаты. Неважно какую тему вы делаете. Все можно анализировать. Через этот сервис. Через другие сервисы. Вы смотрите подбор ключевых слов Яндекса. Через Яндекс. Через Google можете посмотреть. Можете Google Тренды посмотреть. Кстати давайте Google Тренды. Канадская рубка посмотрим. То есть заходим в Google Тренды. Дальше. Канадская рубка. Здесь поиск у нас в России. Категорию нам выбирать не нужно. И вот здесь выбираем поиск на YouTube. Так давайте выберем за последние 5 лет. Можем даже за все время выбрать. Вот у нас в начале января больше относительно запроса. То есть это в пропорциях. Динамика популярности запроса. Но она конечно не миллионная просмотр. Но это коммерческий запрос. Это бизнес тема. Поэтому в принципе здесь проще. Будет выйти в топы. И выйти на аудиторию. Самое главное. На целевую. Вы также свою можете проверить. Вот таким образом мы смотрим. Так. Давайте снова повторим. Канадская рубка. Потому что одну тему мы взяли. Но надо дальше же работать. То есть канадская рубка. Уроки. Кстати уроки все-таки я думаю для трафика нужно будет взять. Дальше. Дом из бревна. Бревенчатый дом. Баня из бревна. И это также. Когда мы будем с вами оптимизацию ролика уже делать. Когда я буду его загружать. Мы будем это все брать для тегов. То есть те которые вот. Релевантные. В первую очередь. Мы их будем в самое начало включать. И это суммарно будет собираться поисковый объем. И потенциально будет не 4000. Не 3000. А 4 плюс 3 плюс 36. Плюс 1. 1000. И конечно же шансов на показы будет гораздо больше. И вот таким образом мы с вами будем делать. То есть вот название. Давайте чтобы понятно было. Плейлисты. Да. Здесь у нас план для тем. А здесь видео. Уже конкретные темы. Дальше мы можем с вами еще вот. Канадская технология. Давайте еще зайдем. Так. Канадская технология. Видите здесь уже больше. Более популярный запрос. Тоже звездочку сделаем. Канадская технология строительства дома. Кстати. Да. Это вообще не в план тема. Больше даже видео давайте засунем. Потому что здесь можно рассказать и показать строительство домов. Дальше пробел. Отзывы. То есть это нам пока не надо. Канадская технология выращивания свиней, пчеловодства, дома, каркасных, постройки дома. Давайте постройки дома тоже возьмем. И дальше нам останется просто записывать видео на эти темы. А сами ролики уже оптимизировать. У нас конкретно уже три темы готовы. У нас есть уже направление по плейлистам. Есть понимание, что мы снимаем с вами. И дальше производство видео. Монтаж, загрузка, оптимизация, значок. Об этом мы поговорим уже в следующих видео. Поэтому если у вас какие-то будут вопросы, то задавайте их в комментариях ниже. Ссылочку на данный сервис для анализа тоже оставлю. Я постоянно им сейчас пользуюсь. Преимущества не очевидны. То есть и дешевле, чем VDQ. И плюс не надо привязывать свой канал. По поводу Google Трендов хочу уточнить. Здесь можно, конечно, открывать отдельную вкладку. Здесь более тонкие настройки. Посмотрите, что можно сделать. Поиск на YouTube. Сравнение сделать. Но также для удобства есть отдельная вкладка. Google Тренды. И мы можем сразу вот этот ключик проверить. То есть канадская рубка. Мы видим, что вот у нас 27 ноября, 22 ноября. То есть это относительная динамика популярности ключа. И дальше здесь есть трендовые видео. Тоже мы видим. По деревообрабатывающему производству. По канадской рубке. Ну и самый главный раздел. Это ключевые фразы, которые мы можем с вами проанализировать. По поисковому объему. По конкуренции. По общей оценке. Ну и также найти релевантные. То есть похожие ключевые запросы. Для того, чтобы нам проще было составлять темы наших роликов. Ну и конечно же, почему я говорю про поисковую оптимизацию. Потому что мы выходим именно на целевую аудиторию. А так как я уже достаточно давно этим занимаюсь. Уже более 7 лет. 2014 года. Я активно развиваю свой основной канал. Там есть канал фрилансер. Тоже там под поиск он заточен. Я там уже 3 месяца не выгружаю ролики. А просмотры есть. Потому что их через поиск находят. Та же самая ситуация у меня на основном канале. Все ролики продвигаются через поиск. То есть их находит целевая аудитория. И новый проект тоже буду как раз вести в этом направлении. Чтобы не пропускать следующее видео из этой серии. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Такая я увижу, что рубрика вам интересна. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.